Итак, начнем наш с вами вебинар, посвященный преимуществам программы сертификации Microsoft. И вообще говоря, преимуществам программы сертификации. Меня зовут Соколов Михаил, я являюсь штатным преподавателем Центра Специалистов. Ну и кроме того, что преподаю, также занимаюсь работой над проектами. Соответственно, разработка, внедрение программных продуктов, в частности от Microsoft, работа с операционными системами и так далее. Целью данного обзора, данного вебинара является ознакомить всех желающих. Во-первых, с существующими программами сертификации. В контексте нашего разговора речь пойдет, как вы понимаете, о программах сертификации Microsoft, что нам предлагает вендор. Ну и, естественно, будет затронута тема, какие преимущества эта программа сертификации может нам дать. Что мы на выходе получим, зачем и вообще кому это все нужно. Естественно, часто возникающие вопросы будут освещены. Например, какие вопросы будут задаваться на экзамене. Ну, понятно, что каждый, кто имел опыт сдачи сертификационного экзамена от вендора, он дает подписку о неразглашении информации, которая ему отображается. То есть такие вещи, как количество вопросов, суд самих вопросов, они, естественно, разглажаются. Но есть доступная информация на сайте вендора, например, на сайте Microsoft, на официальном, которая в общих чертах обозначает, чтобы кандидат мог нормально подготовиться к качественным экзаменам, какие темы будут обсуждаться, по каким темам будет оцениваться средство ваших знаний. Вот как эту информацию найти, сам фактор существования здесь будет раскрыт. Ну, для тех, кто еще не сталкивался. Естественно, на сертификацию, на получение сертификационного звания готовят официальные, авторизованные, как называют, курсы. Курсы от вендора, в нашем случае от Microsoft. Но сами по себе курсы, они ставят на самом деле две задачи. Они, с одной стороны, ставят задачу обучения предметной области, на которой нацелен этот курс, на обучение узконаправленных специалистов. С другой стороны, помогают структурировать, именно помогают структурировать знания для выхода на финишную прямую, для выхода на программу сертификации. Но программа сертификации, она тем отличается, что нацелена на самом деле на отсев тех кандидатов, которые не обладают практическими навыками. То есть здесь задача выявить именно практикующего специалиста, а не просто теоретика, который два раза книжку почитал, и по основам технологии на какие-то вопросы поотвечит, где-то попал, где-то не попал. На самом деле, сама структура экзамена строится в виде сценариев, приближенных к реальным практическим. И находятся именно рабочие приемы, приемы, которые характерны для практикующих специалистов как более эффективные. То есть когда задачу можно разными средствами решить, очевидно, бывают более эффективные, бывают менее эффективные. Там, где это возможно, соответственно, такие сценарии вам предлагаются. Ну, естественно, вопросы эти простые, которые охватывают общие какие-то технологические новшества, характерные для продукта, да, что нового в новом продукте Microsoft реализовала. Какой-то процент, естественно, по основам технологии предполагается. То есть это те фундаментальные вопросы, которые перефразируются, но, как правило, кочуют из одного экзамена в другой. То есть достаточно серьезные фундаментальные знания у вас будут оцениваться, оценивается их наличие. Ну и, естественно, практические приемы, как реализовать ту или иную задачу. Тоже это все оценивается. Ну, собственно, о преимуществах. И вообще, я говорю, зачем нам программа сертификации? Преимущество сертификации, как таковое вообще, независимо от вендора, да, будь то вы специалист по ЦИСКу, будь то вы специалист по какому-нибудь клону Юникса или Линукса, будь то вы специализируетесь по технологии Microsoft, неважно, что нам это дает. Естественно, самым весомым подтверждением ваших знаний и умений в оцениваемой области будет являться подтверждением от первоисточника, да, от самого производителя технологии. Никто лучше не оценит вашу степень владения технологией, как ее производитель, очевидно. Поэтому такой вот критерий, такая оценка является наиболее весомой. Для кого эта оценка нужна? Ну, в общем-то, здесь несколько моментов можно выделить. Ну, как правило, сертификация нужна текущему или потенциальному работодателю, с одной стороны, да. С другой стороны, это возможность самооценки. Это возможность самооценки, это возможность, в общем-то, в какой-то мере удовлетворить свои амбиции, подтвердить в себе действительно эффективность своего обучения, в ряде случаев самообучения, и своего рода индикатор, в правильном ли вы направлении движетесь в плане стратегии своего обучения. То есть достигли ли вы какой-то реперной точки, да, какой-то отметки, соответствующей определенному уровню профессиональных умений, которые можно как-то потрогать, пощупать, оценить. Ну, не всегда есть возможность оценить ваше знание в боевой среде, да. Ну, например, если я кандидат-соискатель, да, какое-то время работал с другими технологиями, или вообще только-только обучается, скажем, студент, учится по айтишному направлению и планирует устойчиво на работу, но пока еще у него рабочего опыта нет. Но, тем не менее, активно практикуется, активно обучается. Соответственно, эффективность результата своего обучения, своего знания можно проверить и таким способом. Еще один момент. Насколько эффективна такая проверка? Ну, судя по тому, что получают заветное звание, меньшее число кандидатов, чем на него претендует, то, очевидно, достаточно эффективно. То есть экзамен серьезный, тестовая система достаточно продуманная и исключает, ну, по крайней мере, ставит свою задачу исключить случайные попытки. Во-первых, достаточно большое количество вопросов, достаточно высокий проходной балл. Поэтому, даже если предположить вероятность, что потыкаете где-то мышкой и понаставите случайным образом чекбоксы, и попадете на правильные ответы во всех случаях, ну, по крайней мере, в нужном проценте для прохождения экзамена, ну, на мой взгляд, она совершенно исключена. То есть по своему опыту могу сказать, что тут уже, в общем-то, разбираясь хорошо в технологии, то достаточно тяжело дается сдача экзамена. То есть нужно еще несколько раз пересмотреть, еще раз продумать некоторые вопросы, потому что вопросы могут быть с подвохом. Ну, и к тому же сама идея экзамена разрабатывается с расчетом выявления реально работающих технологий специалистов, а не просто прочитавших, как я ранее говорил, книгу. То есть это практический сценарий, да, бац, сеть так называемых теоретиков. Возвращаясь к преимуществам, уже говорил, что основная задача – это подтверждение вашего мастерства как специалиста, потенциальному работодателю, или имеющемуся, если вы уже работаете. Здесь два момента, да, здесь два момента существуют, два варианта развития событий, правильно сказать. В первом случае, если вы уже работаете, и у вас работодатель на данный момент имеется. В этом случае работодатель будет очевидна ваша ценность как специалиста. То есть не просто вы работаете, да, все вроде как всем довольны, ну, как говорят, шутка такая ходит. Если у вас хорошего администратора, его, как правило, никто не вспоминает. Кажется, что это ненужный человек. Ну, о чем тут ходит, штаны просижут, все же работает. Так вот, благодаря тому, что он эффективно выполняет свои обязанности, все как раз работает. Вы замечаете, думаете, что он ничего не делает. А если администратор вспоминает каждые пять минут, да, что там не работает, тот не работает, значит, очевидно, это не такой уж хороший администратор. Шутка, но, как говорится, у меня есть доля шутки. Остальное правда. Поэтому, ну, как бы не замечают у вас, чем лучше вы работаете, тем меньше, соответственно, вас будут замечать. Ну, а что, и так все работает. Поэтому еще один плюс в вашу карму. То есть еще один способ указать работодателю на вашу ценность в качестве специалиста. Ну, соответственно, у вас в этом случае уменьшаются шансы на сокращение, да. Если у организации какие-то проблемы, вдруг возникнут, им нужно будет кого-то подвинуть, кого-то уволить. Если у организации все идет благополучно, то появляется надежда на повышение по карьерной лестнице. Ну, а здесь в зависимости от политики организации и от возможности организации, в частности финансов, ну, где-то, где-то, но это не значит, что это стопроцентное попадание, да. Где-то за успешный статус идет поощрение в денежном виде, да, где-то премии доплачут, какой-то процент к зарплате. Есть такое. Но обычно это в тех ситуациях, когда организация тоже получает не костную выгоду, да, получает информацию, что вот у вас какой классный специалист, что, пожалуй, вот этого, если кого-то сокращаем, то его нужно продержать. На самом деле, если у организации для сохранения каких-то партнерских статусов с вендором, с Microsoft, какие-то партнерские программы, если есть, организации необходимо определенное количество сертифицированных сотрудников. В этом случае просто организация заинтересована, чтобы сотрудники обучались, сертифицировались для сохранения статуса. Соответственно, им надо как-то стимулировать и поощрять сертификацию, сертификационную инициативу со стороны сотрудников. В этом случае, скорее всего, вам будет предлагаться повышение в оплате вашего труда в виде дополнительных бонусов. Могут быть какие-то еще бонусы дополнительные. Все зависит от организации. Премии, поощрения, грамоты, ну, кто как реализует. Во втором случае, если вы пока кандидат, кандидат на трудоустройство, в этом случае повышается вероятность получения вакансии. Именно вами, ибо для работодателя потенциального вашего статуса дополнительная гарантия качества нанимаемого специалиста. То есть ему не нужно затрачивать свои средства, свои ресурсы на ваше тестирование, на ваше обучение, потому что сертификация ГВАДХОВА. Если вы сдали, получили это звание, значит, вы, наверное, уже или обучались хорошо, да, либо соответствуете критериям, которые необходимы для работы в заданной роли. То есть у вас обучение дополнительно не нужно, вы как бы экзамен сдали на профприкодность. Таким образом, выявляется и подтвержденный статус, и отсутствие необходимости потенциально на дополнительных затрат на обучение специалиста. Понятное дело, что в большинстве реальных сценариев вы столкнетесь со собеседованием и решением тестовых задач непосредственно от работодателя. Поэтому одной только сертификации, как показывает реальная практика, в частности, мой опыт будет недостаточно. Ну, ибо у ваших конкурентов потенциальных она, эта самая сертификация, возможно, тоже будет. Ну, а дальше, собственно говоря, у кого актуальнее, у кого круче, у кого больше статусов. В конечном итоге это дополнительный плюс при принятии решения, кого же из кандидатов все-таки нанять на работу. То есть при финальном решении все равно сертификация, наличие статусов – это активный документ в вашу пользу. Что касается работодателей. Ну, собственно, как я уже говорил, здесь можно все это категоризировать на несколько сценариев. Один сценарий, когда работодатель просто получает подтверждение вашей профпригодности, соответственно, ему не нужно дополнительных затрат нести на ваше тестирование и обучение. Второй вариант, когда организации в принципе требуется энное количество сертифицированных специалистов, скажем, для участия в партнерских программах. В этом случае вам еще может сведеть какая-то дополнительная прибавка к заработной плате за статусы, что называется. Третий случай. Третий случай. Некоторые организации в принципе требуют по штату наличия сертификатов у своих сотрудников по разным причинам. И, в общем-то, особенно трепетно к сертификациям относятся зарубежные работодатели. Поэтому, если вы рассматриваете свою дальнейшую карьеру в инофирмах, ну, либо в представительство зарубежных фирм у нас на территории России, либо с выездом, то здесь, конечно же, сертификат будет иметь гораздо более весомое значение. Ну, у них так принято. У них так принято, что сертификаты для них это что-то святое. Поэтому ценности сертификатов, в общем-то, можно приравнять к ученой степени в нашей российской среде. Ну и второй момент. Второй момент, собственно, для себя. Как я уже говорил, подтвердить эффективность своего обучения. Убедиться, что вы движетесь в правильном направлении, что вы действительно обладаете этими знаниями, которые необходимы для реальной боевой практики, для реального трудоустройства, для реальной работы в роли IT-специалистов. Ну и, соответственно, придаст вам дополнительный стимул в процессе освоения новых технологий. Даже если вы это в какой-то мере делаете для себя, в какой-то мере вы это делаете для работы дать, ну, по своему примеру, я, например, обязан иметь сертификационные статусы по тем предметам, по тем технологиям, которые я читаю. То есть для того, чтобы читать курс, будучи MCT, MCT обязан соответствующую сертификацию сначала пройти. Он получает допуск на чтение курса. Поэтому, хочешь не хочешь, здесь я просто вынужден в любом случае сертификацию продлеть. Ну или, если выходит какой-то новый продукт, я хочу заниматься этой технологией, мало того, что я с ней работаю в практике, да, я еще должен подтвердить свою профпригодность именно как тренера, читающего курс сдачи сертификатов. Это еще один, кстати говоря, момент. Но, даже, даже, независимо от того, что вы можете быть обязанными с точки зрения работы в той или иной роли, ресертифицироваться или сертифицироваться, даже если вы хотите подтверждать эффективность своего обучения, тем не менее, все равно есть еще одна, третья польза от сертификации. Дело в том, что, когда вы готовитесь на сдачу сертификационного экзамена, вы, на самом деле, не один экзамен сдаете, да, вы на статус должны будете сдать сертификации по всем связанным с работой в данной роли технологиям. Как показывает реальная практика? Ну, если вы, конечно, там не в какой-то там мега-конторе, занимающейся интеграцией всего и вся, и когда эти заказы обслуживаете вы в едином лице, чего, скорее всего, не будет, вы так или иначе будете специализироваться на какой-то одной там или нескольких смежных технологиях. Ну, или вспоминая свою карьеру, да, когда я работал в роли системного инженера, и сетевого инженера в организации, то есть, по сути, администратора. То есть, у каждой организации своя специфика и свои технологии, которая, она по большей части из использованного продукта задействует по своей нужде. Где-то используются одни продукты от Microsoft, где-то по большей части другие, соответственно, где-то одни технологии реализованные Microsoft используются в большей мере, а другие либо не используются вообще, либо используются от случая к случаю. Соответственно, на чем вы сидите, то вы, как говорится, имеете. То есть, те технологии, с которыми вы в ежедневной практике сталкиваетесь часто в своей рутинной работе, они въедаются в ваш мозг, и вы становитесь корифеем в этой области. Вы можете знать очень хорошо все блестящее, и, в общем-то, можете сами разрабатывать тестовые вопросы. Но есть технологии, которые проходят мимо вас. Но не значит, что эти технологии не востребованы или их не существуют. Они богополучно существуют, но по какой-то причине, с учетом специфики бизнес-процессов вашей организации, они не востребованы. Но это не значит, что специфика бизнес-процессов завтра не поменяется. Организация не займется каким-то новым продуктом, для реализации которого понадобятся новые айтишные технологии. Или, в конечном итоге, никто не застрахован от перехода на другую организацию. Вы можете благополучно уволиться из одной конторы, и вам могут предложить на более интересных условиях работу в другую. Такое тоже может быть. И зачастую, если вас что-то не устраивает в текущей своем положении, вы наверняка будете искать смену обстановки. Поэтому, если вы планируете устроиться на работу в какую-либо организацию, в целевой организации могут использоваться совершенно другие технологии, или, по крайней мере, объем соотношения тех технологий, которые вы знаете, которые прошли благополучно мимо вас, может измениться. Если вы не в теме, соответственно, вам придется тратить время, тратить деньги, тратить свои силы на то, чтобы подтянуть свое знание и устранить проблемы. А здесь вы уже, получается, готовый специалист. То есть, когда вы, кроме того, что работаете и с какими-то в организации технологиями сталкиваетесь больше, с какими-то меньше, с какими-то вовсе не сталкиваетесь, у вас есть хороший повод и способ эти технологии подтянуть. Точнее говоря, свое знание по этим технологиям подтянуть. Дело в том, что, когда вы готовитесь к сертификации, вы хотите того или не хотите, вы по всем сферам, которые будут в экзамене опрашиваться, будете готовиться. Причем не просто готовиться, прочитал, а забыл. А досконально, чтобы даже самые изощренные вопросы и практические тесты вы смогли пройти. Поэтому это очень хороший, поверьте моему опыту, способ устранить пробелы. Ну, первый хороший способ устранить пробелы – это пойти на курсы. На курсы, опять же, операторами достаточно интенсивно. Во-вторых, опять же, курсы ставят свою задачу, такой общий план подготовки специалиста, в общем и целом, чтобы он типовые задачи решал. Задача тестирования, в общем-то, отсечь, как я ранее сказал, теоретиков, а показать, что человек может мыслить не то, чтобы неординарно, а в примере все способы и все обстоятельства, при которых тот или иной способ будет менее или более эффективным для администрирования. Именно подходящий способ сценария выбрать. Поэтому подготовка к экзамену требует от вас не только в идеале прослушивания курсов, но и изучения дополнительной литературы. Что касается доп. литературы, ну, во-первых, в свое время, когда я только начинал сертификацию, очень много литературы было. И сейчас, собственно говоря, есть, посвященные подготовке к экзамену. Но надо сказать, что достаточно неплохая литература, и она может рассматриваться как дополнение к официальным курсам. Там тоже есть задачи, там тоже есть лабораторные работы, там тоже есть примеры тестов. Ну, понятное дело, что это не слово-в-слово те тесты, которые вы будете в системе тестировать проходить. Ну, поверьте, очень похожий сценарий. Иногда знакомство сценарием сократит ваше время на понимание поставленной задачи в аналогичном сценарии на тесте. Соответственно, вы сэкономите время, у вас появится больше времени подумать над заданными вопросами и уложиться в отведенное для сдачи экзамена время. Что, согласитесь, большой плюс. Поэтому, вот еще такой один момент, это выявление и устранение пробелов в знаниях. Ну, и, собственно, кроме литературы, которая нацелена на экзамены, есть еще и литература вроде справочника по Windows, сервер, актуальная редакция, да, по мере появления тоже можно рассматривать. Ну, а в общем случае, сейчас с литературой все гораздо пуще, очень много публикаций в интернете. И, в общем-то, вся литература, как показывает мой личный опыт, она, в общем-то, пишется с отсылкой на первоисточник. Первый источник – это технит, сайт Microsoft, да, и MSDN, если у вас больше глубинная реализация, чуть ли не на уровне кода технологий, волнует. Ну, если вы разработчик, само собой, если вы администратор, и вас интересует как технология на уровне кода устроена, можно обратиться к MSDN. MSDN и технет, вот два основополагающих момента. Но технет – это, собственно, полная справка по продукту, исчерпывающая, и чуть ли может расцениваться, как не путеводитель по всем галочкам. Таким образом, зачем и для кого нужна программа сертификации, в частности, Microsoft мы в этом пункте обсудили. Далее, какие у нас, собственно, существуют программы сертификации. Ну, кстати говоря, что еще программа сертификации дает при лидерном прохождении для специалистов? Ну, понятное дело, вы получите звание, и к званию будет пролагаться дополнительное преимущество. Понятное дело, что вы получите сертификат, получите очередную запись в вашу карму на странице в вашем профиле на сайте Microsoft. Как только вы первое звание получаете, раньше это было MCP, Microsoft Certified Professional, для вас создается профиль на сайте Microsoft. Вы можете туда зайти и посмотреть свои достижения. Мало того, что вы можете их посмотреть, вы можете сгенерировать код доступа для любого желающего, в частности, для работодателя. Например, если ваши сертификаты раньше бумажные были, по каким-то причинам утеряные, пострадали, где-то сгорели, затопили, не суть важна. Электронная версия этих сертификатов всегда доступна в вашем профиле на сайте. При желании вы можете их скачать, распечатать и всегда можете подтвердить, что это неподдельный сертификат, что он за вами закреплен на официальном сайте Microsoft. Ну и как бонус, обычно дается льгота на подписку MSDN. Подписка на MSDN что дает? Но, в принципе, доступ к информации вы и без всяких подписок могли бы получить, почитать на технике, на MSDN базу информацию. Более такая продвинутая, глубокая информация, она уже требует авторизации. Поэтому вам предоставляется доступ к расширению информации. Кроме того, предоставляется доступ к скачанию оценочных версий продуктов. Ну, особенно в этом плане, наверное, повезло тренерам. С некоторых пор тренеры сертифицированные, они имеют доступ для цели обучения использовать продукты. Как правило, сейчас тестовые версии предоставляются в рамках подписки на MSDN, что, в общем-то, очень полезно. Ну и подписка на период действия сертификации. Если рассматривать сертификацию тренера, нет, и не рам подписка идет на льготных условиях, то есть вы можете дешевле купить. Тренерам идет бесплатно на период действия сертификации, до следующей сертификации, то есть на тренере. Выбор направлений. Ну, собственно, сертификации Microsoft разделяются на уровни. Начальные и профессиональные. Кроме того, надо депутатно сказать, что сертификации разделяются еще и на технические, технологические, как правильно сказать. Но когда оцениваются, в общем-то, навыки технических специалистов, администраторов, инженеров, архитекторов и так далее. То есть, по сути, такое админское направление. Но кроме администраторов, у нас еще существует категория IT-специалистов, известной как разработчики, девелопер. Поэтому, если вы видите себя как писатель, как разработчик программных продуктов с применением технологии Microsoft, то же самое Visual Studio, характерных средств и языков программирования, то вам дорога на это направление сертификации. То есть вы выбираете в качестве конечной точки девелоперскую сертификацию Microsoft Certified Solution Developer. Разработчик решений, сертифицированной Microsoft. Особняком можно выделить экзаменации по продуктам, по комплексным продуктам, таким как Microsoft Office. Есть MOS сертификация, Microsoft Office Specialist, которая подтверждает ваше виртуозное владение продуктами, входящими в состав этого замечательного пакета. В принципе, верхний уровень мастерства он затрагивает такие аспекты, как программирование, по сути, на Visual Basic, написание Microsoft, автоматизация задач и так далее. Какие-то основы бизнес-аналитики, возможно. И есть... Да, кстати, еще можно упомянуть в плане админских сертификатов, что-то пограничное между админами и девелоперами. Есть еще сертификация по базам данных. Вот здесь сертификация по базам данных. Понятно, что платформой для администрирования и создания баз данных в Microsoft является небезызвестный SQL Server. Вот трек сертификации администраторов баз данных, он делится уже на три части. Первая часть – это администраторы баз данных, которые отвечают чисто за поддержку решений, которые в своей основе на уровне данных используют базу данных SQL Server, оптимизация производительности, резервное копирование и установление, мониторинг – это администрирование. Дальше. Дизайн и проектирование баз данных – это больше оптимизация программных продуктов, точнее говоря, база данных, которая нацелена на поддержку эффективного использования программного продукта, который в своей основе эту самую базу данных будет использовать. Поэтому ближе как бы идеологически к разработчикам, хотя, в общем-то, тоже отдельная сертификация. То есть дизайн баз данных – отдельная тема. Плюс еще у нас есть вариант использования SQL Server, не просто как с OBD для обычных религиозных баз данных, но у нас еще могут быть так называемые клубы ALAB для анализа, для аналитики. Ну и, соответственно, туда же подтягивается BI – бизнес-анализ, бизнес-аналитика. Вот по BI – бизнес-интеллижент или бизнес-аналитика – отдельное ответвление сертификации относительно платформы SQL существуют. Ну это все технические, на самом деле, сертификации в том или ином виде. Есть еще, на самом деле, сертификации, так называемые, для специалистов по продажам, по лицензированию, которые задаются отдельно, ну и обычно в рамках получения компаний партнерских статусов Microsoft, если вы какой-то ресейлер, дистрибьютор, там да. То есть зачастую техническим специалистам, я не исключение, задаются вопросы по лицензированию. Но в какой-то мере, поскольку мы разрабатываем решения, сталкиваемся, естественно, мы заинтересованы предоставлять по мере возможности информацию. Но опять же, мы технические специалисты, а не юристы, и, соответственно, всякие там детали, связанные с юридическими моментами, с лицензированием, они нам, ну не то чтобы чужды, но, сами посудите, либо быть хорошим техническим специалистом, либо быть хорошим юристом по лицензированию, либо хорошим юристом. Это разные вещи. То есть одновременно рваться туда и сюда, это никакого времени не хватит заниматься. Если я буду заниматься сейчас изучением лицензирования, я буду терять время, которое мог бы потратить на более эффективное обучение или реализацию каких-либо проектов по своей непосредственной специальности. Если пойти заниматься продажами, тогда мне, естественно, необходимы будут компетенции специалистов по лицензированию. Поэтому в той или иной мере, конечно, основные такие вопросы по лицензированию технический специалист способен проведать потенциальному заказчику, но уже более глубокие, тонкости, это, как правило, удел специально обученных людей, специалистов по лицензированию. Такая программа-сертификация тоже существует, это отдельная программа от технических сертификаций и, как правило, с техническими сертификациями не пересекается. Что касается выбора направления, опять же, этот второй момент мы с вами обозначили. Где сдаются экзамены? Экзамены Microsoft раньше сдавались и в Прометрике, и в ВУЕ. Сейчас Microsoft по тем или иным причинам перешла, но уже достаточно давно, перешла только на ВУЕ, Virtual University. Именно в представительствах организации ВУЕ мы можем сдавать сертификаты по названию на статусе специалиста Microsoft, сертифицированного специалиста по продукту Microsoft. Как правило, представительством ВУЕ являются авторизованные партнерские центры обучения, специалисты не исключение. Наши специалисты также можно вырегистрироваться и сдать экзамен. С выбором направления я ранее уже означил Microsoft Office Specialist, MCSA, MCSD – это технологические сертификации. Здесь важный момент. У вас технологическая сертификация на самом деле также имеет ступени. Ну, поскольку я администратор, я, в общем-то, системный и сетевой инженер, поэтому в основном вся моя сертификационная программа, она укладывается в статус Microsoft Certified Solution Expert. Это как бы на данный момент самая высшая ступень сертификации. До какое-то время существовали сертификации только MCSA и MCSI. Потом Microsoft решила еще два статуса организовать. Microsoft Certified Master можно было в ближайшие точки сдачи в Европе, по-моему, в Германии, и стоила такая сертификация достаточно дорого по тем временам. Наши деньги – 90 или 100 тысяч рублей. И самая высшая степень – это архитектор, сертифицированный Microsoft, MCSA. Сдавалось только в Штатах. Предполагалось, что вы сдаете, решаете, ну, во-первых, обучаетесь на выезде, потом по финалу обучения делаете мегалабораторную работу, и эту лабораторную работу вам должны зачистить. Вы собеседование с проктором делаете, все процессы тоже опишу. Вопросы появляются. Опять же, сейчас тоже все обсудим. В конце я как раз выделю блок ответов на вопросы и вернусь к этой теме. Так, мы с вами остановились на уровнях сертификации. Так вот, перед тем, как вы достигнете высшей точки сертификации, я говорю, что были такие треки, как MC, Microsoft Certified Master, Microsoft Certified Architech. Но с некоторых пор Microsoft упразднил эти статусы вместе с появлением тенденции ухода в облака. То есть, это отпала необходимость в силу того, что неактуально какие-то мега-архитектуры выращивать, что называется, он премис на площадке заказчика. Все предполагает уход в облака. Видимо, поэтому отказались. Поэтому, опять же, у нас появилась высшая точка. Высшая точка, опять же, у нас остается MCSE. Microsoft Certified Solution Expert. MCSE. Но есть промежуточная, базовая степень сертификации, сертификация начального уровня, которая является обязательным требованием для того, чтобы пойти дальше. То есть, базовые требования вы должны подтвердить себя в роли такого полноценного администратора. Ну, раньше аббревиатура MCSE так и расшифровывалась. Microsoft Certified System Administrator. Это было в эпоху 2000-2003 Windows Server. С появления 2008-го концепт сертификации несколько поменялся. И статусы, и аббревиатуры тоже стали адектоваться по-другому. Теперь MCSE переводится, как видно из слайда, Microsoft Certified Solution Associate или специалист начального уровня. А дальше идет специализация. У вас одна базовая MCSE, как правило. Если все остальные технологии нанизываются на серверную платформу, соответственно, дается по серверной части, по серверу там, ну, минимум 2016-му. А дальше идет специализация. Сервер не вещь себе. Это платформа для установки различных продуктов. Почтового сервиса, для контракта коммуникации, шарик-поинта какого-нибудь для коллаборейшн, для совместной деятельности. Соответственно, специализация предполагает MCSE в заданном направлении. У вас может быть несколько экспертных статусов, если вы собираетесь сопровождать разные направления. Выбор направлений, например, сайта специалистов, на сайте специалиста Roadmap. Карта несколько обновленная висит, то есть пути своего развития в плане сертифицированного специалиста. На самом деле, на самом деле, все вот эти карты мы можем посмотреть и сертификации, просто зайдя на первоисточник, как я уже говорил, идете на сайт Microsoft, Microsoft.com slash learning и получаете информацию о актуальных курсах и экзаменах. У вас вот есть здесь раздел Certification and Exams. Нажимаем на эту вкладочку. Здесь мы можем ознакомиться в принципе с статусами сертификации. Обратите внимание, большинство из них уже устарело. Например, всякие Microsoft Certified IT Professional и Microsoft Certified Technical Specialist это все относятся к эпохе расцвета 2008-2008 R2, сервера соответствующих продуктов. Это технические специалисты, профессионал, как в более высокой степени в рамках заданной технологии. Специалисты – это установить, профессионал – это спланировать масштабное развертывание, то есть как бы уровнем выше. Ну, как бы упирается в наличие тесного звания. Одно от другого зависит. Ну, как бы на самом деле такой промежуточный переход от устаревших званий Microsoft Certified System Administrator и Microsoft Certified System Engineer к МССА, который трактуется как Solution Associate и Solution Expert. Поэтому МССА и МССА они сейчас актуальны. Девелоперская линейка – это Microsoft Certified Solution Development. Microsoft Office, собственно, спеша, если я уже говорил. Есть еще такая штука. Ну, МССА – это тоже, в общем-то, к базам данных. Раньше Microsoft Certified Database Administrator. Сейчас, как я уже говорил, она упразднена и у нас есть МССА. МССА – но уже в категории администратор баз данных, планирование, по-моему, дизайн баз данных и BI – бизнес анализ. Ну и особняком ставят, собственно, Microsoft Certified Trainers. если вы хотите заниматься преподаваниями, но компетенции чуть позже можем посмотреть. И МТА. МТА – еще одна базовая компетенция, которую Microsoft Technology Associate. И наш специалист, связанный с микрософтскими технологиями. На самом деле, много вопросов по этой сертификации. Она ни с чем не связана. Прямой она не является входным требованием для получения более высоких статусов. А это значит, не сертифицируясь на МТА, вы благополучно можете сразу перейти к выбору и сдаче экзаменов на МССА. МССА – Microsoft Certified Solution Associate – может быть дана по тем технологиям, в которых вы хотите в дальнейшем совершенствоваться. То есть, в финале, по которому вы хотите получить звание эксперта. Ну и потом вы можете, сдав все эти экзамены, получить МССА, а дальше специализироваться и получать звание МССА. На самом деле, чего вот эта МТА нужна? Вот МТА сертификация. на самом деле, она хороша, наверное, для студентов, для студентов, для обучающихся в вузах, для того, чтобы в общем подготовиться и получить, получить знание, подтвердить знания по технологиям, базам, таким технологиям, основополагающим, которые задействуют в своих продуктах Майкрософт. В основном, для этого. Обычно, как начинающий специалист, она в основании пирамиды вашей карьерной лестницы находится, но на самом деле, она не является обязательным требованием для продолжения дальнейшей сертификации. на самом деле, и в частности, я не сертифицировался по МТА, и свою карьеру начал сразу с МССИ. Стоит на это звание. МТА предназначен для студентов технических вузов и помогает им сориентироваться и начать карьеру в определенной технической области. То есть, как бы, посмотреть в первом поближении, чем располагать, что предлагает в плане своих продуктов и технологий Майкрософт. А уже если вы увидите себя как IT-специалист, причем с уклоном на администрирование, то вам в помощь МССИ. Базовая сертификация для IT-специалистов и разработчиков прикладного полу. Для разработчиков она также является основой. То есть, некоторые экзамены требуют наличия воспредварительного данного МССА по поддержанной платформе. То же самое является требованием для того, чтобы продолжать сдавать экзамены, экзамены специализации на актуальной технологии. Ну, собственно, выбор направления МССА, которые бывают. Веб-аппликейшн. Сдав МССА веб-аппликейшн, собственно говоря, это начальная ступень к карьере разработчиков веб-приложений. Понятно, что, сдав этот МССА, дальнейшая ваша линейка сертификации будет прилегать в сторону МССА, 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 Microsoft Certified Solution Development. Клауд-платформ, облачная платформа, собственно говоря, это построение приватных облаков, МССА и Private Cloud существуют. МССА, универсал Windows платформ, опять же, это базис для сдачи дальнейших экзаменов в плане разработки приложений с использованием компонентов .NET, но, собственно говоря, Universal Windows платформа, это компонент ядра .NET, который позволяет приложение на платформе, на этой платформе разрабатывать под Windows, то есть вам тоже прямая дорога в сторону сертификации МСССД. МССА у вас может быть по клиентской системе, но это не значит, что вы пользователь, уверен, это значит, что вы десктопный администратор. Раньше было такое направление сертификации, сейчас упразднено МССА Desktop Infrastructure, то есть развертывание в массовом порядке десктопов в корпоративной среде и их сопровождение администрирования. Но сейчас для ответа есть более подходящая сертификация, которая включает еще мобильных девайсов. Из числа новшеств достаточно интересных МССА Linux в Ажуре появилась. На самом деле даже курс такой есть. Linux в Azure. Мы знаем, что Azure как платформа, облачная платформа виртуализации от Microsoft, она позволяет в качестве гостевых систем использовать не только микрософтовские системы, но и опонсорсные. Соответственно, в коллекции, в галерее есть целый набор уже предконфигурированных, предустановленных систем. Можете свою Linux систему. Поэтому МССА Linux в Ажуре требует от вас на самом деле двух статусов. Первый статус чисто микрософтовский. Сдаете микрософтовский экзамен в центрах сертификации Microsoft, который посвящен виртуализации в среде Azure. А второй экзамен вам в зачет идет Linux который говорит о том, что вы не только микрософтский специалист по виртуализации, но еще вы умеете администрировать Linux, то есть администратор Linux. Поэтому Microsoft вас продрессовывает в плане сдачи экзамена на Linux Foundation Team. На этом сайте Linux Foundation вы можете заказать экзамен уже не микрософтовский, сдать его, получить статус сертифицированного системного администратора Linux и переслать эту информацию на Microsoft. Microsoft проверит, что у вас этот статус есть и возьмет его в зачет. Примет зачет и выдаст вам свое звание MCSA Linux on Azure. Такие вот вещи. Но возвращаюсь к теме. Вот этот самый Linux вэжере курсы есть. Смотрите, на самом деле экзамен, который касается части Linux, Microsoft доверяет и перепоручает другому авторите. Linux Foundation Team. Linux Foundation Team это независимый консорциум международный, который с начала 2000-х годов спонсирует разработчиков open-source, включая Linux с его ядром Linux. Поэтому все права опен-сорсных продуктов теперь отслеживается и соблюдается именно Linux Foundation Team. Linux Foundation предлагает курсы, в частности курсы, которые готовят на сдачу озвученного экзамена, который идет в зачет на получение звания Linux on Azure. Оригинальный курс стоит порядка 2000 долларов на сайте Linux Foundation Team. Поэтому прямая выгода здесь работать с Microsoft. Дело в том, что Microsoft получил лицензию на этот курс и соответственно этот курс теперь распространяется Microsoft как партнерский курс. У него номер начинается 55, что-то там у нас в каталоге есть. Поэтому Linux on Azure если вы на сайте специалистов откроете на сайте специалистов вообще более тысячи курсов всяких представленных. В частности этот. И Microsoft этот курс предлагает по гораздо меньшей стоимости. Но доллар калибрится. Последняя стоимость которая попадалась соизмеримая порядка 15-16 тысяч рублей. То есть гораздо ниже чем 2000 долларов. Не могу сказать конкретно какая стоимость откроется сайт посмотрите. Специалист по продажам. Но гораздо дешевле. А курс один в один то же самое. Единственное что курс готовит к зачи экзамену. На экзамен вы на экзамен регистрируетесь уже не в Microsoft и не в UE а непосредственно на сайте Linux Foundation там этот экзамен проходит в такой форме. С вас требуется веб-камера вы под камерой сидите и за движением ваших глаз проктор будет смотреть. Вам дается виртуальная машина на базе выбранного дистрибутива. Одного выстрелах. Либо это ветка дистрибутивов на SUSE либо на RADHUT либо на DEPIN в частности Ubuntu OpenSUSE или CentOS как у лица. Выбираете дистрибутив понравившийся. Вам экзаменационная система блокирует доступ к интернету чтобы вы там не гуглилили и вам дается доступ только к виртуальной машине экзаменационной и вы можете манами встроенными мануалами встроенной справкой пользоваться. Более ничего. Ну и собственно следят за движением глаз, что вы ничего не списываете, просматриваете. По результатам получается соответственно либо зачет, либо не зачет. Получить звание, либо не получить. Теперь на самом деле ИВУЕ также для удобства клиентов предлагает сертификацию из дома. То есть теперь не обязательно если вы где-то находитесь на краю земли приезжать в ближайшие отстоящие на многие мили от вашей локализации тестовый центр, чтобы сдать экзамен на назначенное время. На самом деле вы можете также зарегистрироваться на экзамен и экзаменоваться из дома. Но для этой цели у вас опять же должна быть веб-камера. Также проктор будет следить за движением ваших глаз, ваших рук, чтобы вы там никакими читами не опуститесь, что вы действительно сдаете экзамен честно. Не пользуйтесь подсказками. Но более подробно опять же можно у администраторов нашего тестового центра позвонить или написать и эту информацию получить. Да, там комнату надо показать. Но лично я так не задавал, поэтому у меня персонального опыта нету, но более подробно по требованию наши специалисты уже имеют опыт. Они с удовольствием с вами поделятся. Можете позвонить, написать, прийти лично, кому как удобно, в зависимости от локации. Там комнату показать, ну все, что от вас потребует, все покажете. У меня классический опыт, но поскольку я в тестовом центре работаю, у меня тут рядом по соседству тестовый центр, то есть мне несложно туда пройти, записаться, ну и также на общих основаниях. Ну и удостоверение естественно показываете, удостоверение вашей личности, разумеется, да, конечно. Ну и для примера мы видим МЦСА, выбираем направление. По своему опыту МЦСА, МЦСА по клиентской части Windows в свое время сдавал, насколько помним, еще по Windows, вообще говоря, начиная с Windows XP, я клиентский по клиентской системе сдавал экзаменации, но потом получил автоматом. Перешло МЦСА по Windows 7, потом продлял по 8 и так и что касается МЦСА, естественно, Windows сервер. Windows сервер, ну, изначально у меня был МЦСА по Windows, изначально я сдал на 2000-й, потом обновил до 2003-го, но тогда это было не совсем тот МЦСА и МЦСА, мне оба звания были, тогда это был администратор и инженер, соответственно. 2008-ое, собственно, я стал счастливым обладателем звания МЦСА, там апгрейдные экзамены, по-моему, также были доступны, вот МЦСА благополучно обновился апгрейдным экзаменом на МЦСА по 2012-й, который теперь доступно обновить на МЦСА по 16-му серверу, и буквально вчера бета-экзамены были отменены, и они уже превратились в полноценные нормальные экзамены, которые можно идти сдавать. Смотрите, для того, чтобы МЦСА сдать по 16-му серверу, вам необходимо будет либо сдать вот эти экзамены 70-740-741-742. Ну и для подготовки к этим экзаменам существуют вот такие курсы. Можете этот курс, соответственно, здесь посмотреть, перейти на страницу с курсами, посмотреть контент-курс вот таким образом. Если сюда нажать, видите, у вас курс, инсталляция, настройка хранилища и вычисления на платформе Windows организации вычислений на платформе Windows Server 2016. Пятидневный курс. Что здесь важно? Курс DTS. Смотрите, Курс DTS, детали курса. Это главные. Что вы в курсе изучите? Материалы, тема, лабораторные работы. Так, к каждому модулю, к каждой клаве. Можно посмотреть. Раньше у вас были курсы 20, 410, 411, 412. Теперь у нас 20, 740, 741, 742. Примерно идеи очень похожи по компоновке с учетом вот снил. Дальше. Дальше вы можете апгрейдиться. Как проапгрейдиться до звания, если у вас предыдущие сертификации есть. Открываем плюсик, смотрим. Вы можете обновить свой сертификат МССА до МССА Windows Server 12 со званием МССА 2012 МССА Windows Server 2008. Для этого потребуется сдать вот этот экзамен. Абгрейдный экзамен, как правило, это микс вопросов, взятых с вот этих экзаменов. Он, естественно, гораздо длиннее по времени. Здесь есть еще маленькая ночь. Есть экзамен локализованный, то есть на русском языке, есть не локализованный. Если вы более-менее с техническим, техническо-английский читаете, достаточно просто, вы можете заказать на английском языке. Для тех, кто сдает не на родном языке, им как бонус-фри полчаса сверху дается дополнительного времени. это очень удобно. Ну и, собственно, экзамен. Здесь курс, который готовят на экзамен, его обзор. А здесь требование к экзамену. Если нажать на сам экзамен, можно посмотреть, можно посмотреть, какие навыки будут оцениваться. А вот такие. Вот эта область будет оцениваться, и порядка 10-15% вопросов по этой теме будут находиться. Это вопрос установки обновления, эмиграции серверов и рабочей нагрузки, то есть ролей из них. Установка настройки наносервера, развертывание образа. Ну и так далее. Реализация хранилища. Здесь 15% вопросов. Реализация хайпервид. 20-25% вопросов. И так далее. Вот так можно ознакомиться с тем, что будет, собственно говоря, на экзамене. Здесь можно запланировать непосредственно сдачу экзамена в ближайшем понравившемся центре. Тестирование. Таким образом. Ну и, собственно, после того, как вы MCSE сдали, вы можете претендовать на получение звания MCSE. Их великое множество. В зависимости от того, какой вам MCSE будет ближе. Ушел в сторону. Давайте посмотрим. MCSE. MCSE вот здесь. Microsoft Certified Solution Expert. Вот, пожалуйста, направление. Для каждого из них в качестве основы требуется наличие данного звания MCSE. Вот у вас MCSE и Cloud Platform Infrastructure. Ну, относительно новая. С учетом 2016 сертификации. Раньше по облакам, но последнее, что я сдавал по облакам, это Private Cloud. MCSE и Private Cloud. Вот она есть. У меня она актуальна. MCSE и Server Infrastructure тоже у меня актуальна. Но сейчас каких-то подвижек в плане перехода на 16 сервера пока нет. Пока имеет смысл обновлять, начинать MCSE. Productivity. Ну, а здесь под Productivity подразумевается, кстати, вопрос был по обновленному Roadmap, маршрут сертификации. Productivity там тоже появилось. Идея заключается в том, что вы можете сдавать сертификацию по использованию продуктов, таких как Microsoft Office 365, например, SharePoint, Exchange Server. Теперь это специализация по так называемым продукционным сервисам. Почтовый сервис, SharePoint сервис, Skype и так далее. MCSE Cloud Platform Infrastructure. Достаточно новая сертификация. Ну и что требуется? MCSE, какие требуются? Ну, как минимум. И порядок прохождения. То есть сначала вы должны сдать один из перечисленных, получить одно из перечисленных званий в категории MCSE, ну, хотя бы MCSE Windows Server 2016, MCSE Cloud Platform или Linux Azure. Windows Server 2012, если есть, тоже идет зачет, кстати говоря. А дальше, когда вы обладаете хотя бы одним из этих статусов, выбираете один из перечисленных экзаменов по выбору. Сдаете тот, который вам ближе. Получаете статус. Вместо десктопной инфраструктуры, которую устарел, теперь MCSE Enterprise Device and Apps. Ну, а здесь развертывание управления не только инфраструктурой десктопов, но и мобильных устройств. То есть средства управления этими устройствами также будут затрагиваться. Кажется, базис используется, зачитывается MCSE по Windows 10, или же MCSE по Windows Server также идет зачет. Здесь дополнительная опция. Можно видите. MCSE Windows Server или MCSE Windows 8 также могут быть рассмотрены на замену MCSE Windows 10 сертификации. Ну и особняком, собственно, остаются сертификации тренерские. Если вы хотите преподавать, то для того, чтобы стать тренером, сертификация экзамена Microsoft Certified Trainers. Здесь есть. Ну, время от времени требования пересматриваются. На тот момент, в 2005 год, когда я стал тренером, тренерство давали при наличии высших статусов, да, MCSE. У меня MCSE на тот момент инженер был. Или MCSE, или MSDBA, Database Administrator, тоже высший трек. У меня оба звания были в этот момент. Соответственно, я поехал на обучение. Там один день обучались, давали нам тестовые задания. На выходе оценка шла, то есть все записывалось, это слаз Майкрософт, то есть одобряли, вам присваивали на выходе от звания тренера. И тренер, что предполагает, это ежегодные обновления, это ежегодная программа, то есть каждый год вы должны преподавать какое-то количество оценок от слушателей, получить какое-то количество курсов, читать соглашение, провести. Из года в год меняются требования и должны заплатить взнос. После чего вы благополучно обновляетесь и автоматически переходите на Новый год в статусе MCT. Вот здесь можно требования посмотреть. Все требования, программы, вот Requirements. Ну, собственно, вы должны обладать вот этими сертификациями. Какой-нибудь из этих сертификаций и плюс дополнительная программа обучения по MCT. Про эти, на самом деле, программы обучения обзываются ТТТ, Teach to Teach, учись учить, по истечении, по окончании которой вам присваиваются звания, если пререквизиты существуют у вас. Ну, собственно, основные цели обзора, я думаю, мы с вами выполнили, познакомились, как это все проходит и зачем это нужно. Традиционно, если будут вопросы, пожалуйста, увидите мой email, пожалуйста, пишите. Ну, а уже по техчасти, да, по участи. Уже формата поведения экзаменов, сроков, это уже к специалистам центра тестирования, пожалуйста. Я по своему опыту только могу рассказать, то, с чем сталкивался, да, и как это мне пригодилось. Спасибо вам всем за внимание. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. Всего доброго.